Алексей, вот технические вопросы. Пара тебе технических вопросов. Первый, вот как распределяется время между Америкой и Россией? Сколько проводится время и где? Довольно трудно объяснить, потому что я, можно такая половина на половину, потому что я несколько месяцев, например, полтора месяца я сижу в Америке, пишу альбом, вот, или лечу там в Мадриде, я тоже записываюсь на студии. В Мадриде? Да, в Мадриде, это все для одного альбома, вот, или там какие-то съемки, но обычно это в пределах двух месяцев я нахожусь где-то за границей, после чего я возвращаюсь сюда, и примерно столько же я сижу здесь сейчас. Вот у меня съемки, я, по-моему, где-то в десятых числах лечу в Америку снова, но там вообще на две недели всего, просто поработать и обратно. А вот поработать, а вот какой статус, там рабочая виза или вид на жительство? Да, рабочая виза ООН называется. А в Мадриде, почему в Мадриде? Потому что испанский язык, а Америка будет говорить по-испански рано или позже, почему? Как-то логика. Нет, дело в том, что мой продюсер Редуан, это человек, который делал первые треки Леди Гаги, у него несколько границ. Редуан, я думал, честно говоря, что это название компании, а это вот просто его зовут, но его же не мама так называла. Это, на самом деле, это марокканское имя, такое есть настоящее. Его родного брата зовут Редуан, и он взял имя брата. Марокко? Он из Марокко. Да, Марокко. Да, он обычный арабский парень, вырос в Швеции, занимался музыкой. Как большинство арабских парней? Занимался музыкой с детства, и вот так его жизнь привела. Да, поэтому это, кстати, удивительная история того, как я ему, уже когда мы подписали контракт, я начинал только тогда говорить по-английски, я ему задал вопрос, говорю, неужели вы, ну, правда считаете, что это может сработать, потому что я, ну, я адекватный человек, у меня было сколько, мне 24 года было, я абсолютно здраво смотрю на вещи, вот, и мне было приятно, что он поверил, как бы вообще, и он любит делать что-то новое, в этом вся, наверное, загвоздка того, что он решил взять русского, русского артиста и сделать его мировой звездой, вот, и я говорю, неужели вы думаете, что это действительно может сработать? Он говорит, Алекс, говорит, сейчас посмотри на меня, он говорит, перед тобой, говорит, сидит парень, которому, как и тебе в детстве, нечего было кушать, вот, я вырос, я занимался музыкой, занимался этим всю свою жизнь, говорит, и сейчас у меня Грэмми, сейчас у меня контракты и все дела, поэтому нет ничего невозможного, вот. Не политкорректно, но без злого умысла, иронично, но без сарказма, пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев с понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24. 24. 24. 24. 24.